МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте на телеканале Моя Удмуртия, программа «Ижевское время». На ваши вопросы отвечает глава города Александр Ушаков. Александр Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Это последняя, заключительная передача у нас в этом году. Мы обязательно с вами поговорим, конечно, про Новый год и про новогодние каникулы. Сначала хочу спросить вас, попросить вас оценить свою работу, работу своей команды в 2014 году. Какие дела, какие решения были самыми важными для вас? Конечно, хочется рассказать о многом и о ремонтах дорог. В прошлом году совместно с республикой, когда лично глава республики занимался этим вопросом, и о строительстве жилья, и о новых проектах, которые есть в городе. Но я постараюсь штрихами отметить несколько моментов. Во-первых, показатель любого города – это уменьшается он или увеличивается по населению. На сегодняшний день у нас 637 тысяч жителей. И напомню, что мы с вами увеличились еще на 2200. Мы ожидаем, что к концу года все-таки 10 тысяч маленьких ижевчан родятся. Потому что это уже третий год, и стало традиционным. Мы просто ждем этой цифры. Поэтому радует положительная миграция. То есть это к нам больше приезжают, чем уезжают от нас. Важный фактор – это мы увеличиваемся, нас становится больше, и это здорово. Второе. В Ижевске есть работа на сегодняшний день. И уровень безработицы 0,61%. Это примерно 2200 людей, которые стоят в центре занятости. Но это не такое большое количество. Поэтому каждый, кто хочет найти работу, наверное, не в плане, что я хочу там работать, и я там буду. Но найти работу в городе Ижевске сегодня возможно, реально. И это тоже радует. Третий важный показатель – это жилищное строительство. Напомню, что у нас строят жилье коммерческие организации. И если оно не продается, то они не будут строить. А мы планируем в этом году сдать 315 тысяч квадратных метров. Но эта цифра очень сложная, может быть. Поэтому мы ее переведем в квартиры. Это примерно 5000 квартир будет сдано в городе Ижевске на 31 декабря. Это очень приличное количество. Это значит, что эти квартиры куплены. И там уже будут жить горожане, отмечать свое новоселье, получат ключи. Поэтому у нас замечательные ребята, наши дети. Поэтому участие в Олимпиадах, победы. У нас хорошие спортивные успехи у ребят. Поэтому все это, правда, создает хорошее новогоднее настроение. И думаю, что 2015 год для Ижевска будет тоже очень красивым. Ну, о планах еще поговорим. И в частности, хочу спросить вас про бюджет, который был принят, как известно, в пятницу 19 числа. Он дефицитный. И в связи с этим вопросом, вы как смотрите в будущее? С оптимизмом или нет? Удаст ли закрытие дефицит? Или от чего-то отказываться все-таки, возможно, придется? Бюджет дефицитный, и это понятие, которое введено в бюджетный кодекс в Российской Федерации. То есть, города и районы могут максимальный дефицит бюджета иметь 10%. Напомню, что с дефицитом мы принимаем бюджет уже последние 15 лет. И в течение года за счет собственных доходов мы закрываем его. Поэтому убежден, что никаких потрясений не будет. Уверен, что бюджет мы будем исполнять. Да, сегодняшняя ситуация в целом в России, она сложная. И там скачки курса валют. И не совсем хорошая ситуация там на рынке продажи нефти. И так далее. Поэтому ситуация очень непростая. И мы об этом слышим с экранов центрального телевидения. И не хотелось бы повторяться. И если какие-то будут сложности в течение года, мы будем подводить ежеквартальные итоги по исполнению бюджета, то, возможно, мы будем вносить какие-то корректировки, но только в зависимости от общей ситуации в стране. Но сразу можно сказать, что ни в коем случае не пострадает ни одна социальная отрасль, ни одна социальная программа не будет сокращена. А у нас иногда называем бюджет социальным. То есть 71% это затраты на социальную сферу. Это образование, дошкольники, физкультура, спорт, внимание к людям пожилого поколения. Поэтому сегодня бюджет принят, он реальный к исполнению. И мы уверены, что его выполним. Ну вот простым вычитанием получается, что дефицит составляет 586 миллионов рублей. И есть вот это уверенность, что... Вы знаете, я не очень люблю пугать наших телезрителей огромными цифрами, поэтому этот дефицит в течение года мы его закроем. Хорошо, но если еще продолжать говорить о планах, то я попрошу вас назвать и самые ожидаемые, самые важные события для города, на ваш взгляд, в следующем году. Ну, важнейшим событием является 70-летие Великой Победы. Конечно, здесь и наши ветераны готовятся по-особенному. И каждый раз, когда я подписываю списки тем, кому будут вручены медали, 70 лет победы, я это делаю с каким-то волнением, перелистываю, читаю фамилии. Да, немного осталось ветеранов, но это их праздники, мы должны сделать все для того, чтобы у них было настроение. И они чувствовали, что они действительно сделали много ради будущих поколений. Это и в каждой семье практически есть участники войны, есть погибшие, есть, можно вспомнить, дедов, отцов, прадедов, и это тоже будет. Поэтому это особая подготовка, особенное волнение. Второе важное событие, это, конечно, 175 лет, исполнилось бы Петру Ильичу Чайковскому этот юбилей. Будет широко праздноваться в республике, а значит, и в городе Ижевске. Основные гости все равно будут в городе. Поэтому для нас это и праздник, но и, конечно, ответственность, и большая подготовка. Ориентировочно празднование намеченное на 7 мая. Ну и будет фестивальное мероприятие. Там будет целый огромный перечень фестивальных мероприятий. Приедет очень много гостей из-за рубежа. В рамках этого будет проводиться фестиваль традиционный уже. Поэтому это событие, которого мы ждем и, в общем, тоже будет значимо для республики и города. Конечно, это 255 лет городу Ижевску. 12 июня традиционный праздник, но его очень любят и приезжают не только с республики, но и с разных концов нашей страны для того, чтобы увидеть друзей, провести хорошо время. Конечно, целый год я подспудно размышляю о том, что вот если бы была яркая, красивая, солнечная погода, то, конечно, это было бы веселее. Вспоминая прошлый 2014 год и прощаясь с ним, хочется, чтобы таких дождливых дней в день города, конечно, не было. Поэтому день города очень важен. Ну, в сентябре месяце выборы депутатов городской думы, формирование новой администрации, потому что депутаты назначают главу администрации, назначают руководителей администрации. Поэтому и политические события тоже будут важными в 2015 году. Ну, а кроме этого, можно много говорить еще о выжидаемых событиях, но мы о них будем, я думаю, рассказывать в нашей традиционной передаче подробнее. Да, ну вот тут недавно был еще один праздник, День Конституции, 12 декабря, и мы знаем, что по поручению президента вы провели Единый день приема граждан, да, это, по-моему, называется? Да, да. Такой восьмичасовой марафон у вас был. Да. У нас есть сюжет. Давайте посмотрим. Двери всех приемных открылись для ижевчан ровно в полдень. Ижевск второй год подряд вместе со всей страной проводит общероссийский прием граждан. Если гражданин, обращаясь к нам, не знает, к кому ему надо обратиться, не совсем понимает, в чем ведение находится этот вопрос, мы его можем соединить с тем должностным лицом, в чьих полномочиях находится решение данного вопроса. У кабинета главы Ижевска тоже живая очередь. У ижевчанки Ирины Юминовой к Александру Ушакову сразу два вопроса. Жители микрорайона «Машиностроитель» очень ждут нового автобусного маршрута. От ЖД больницы до 4-й детской. Путь не близкий, особенно неудобно добираться мамам с детьми. Еще просят горожане, чтобы на оживленном перекрестке улиц Азина и Тракторной установили камеры видеофиксации. Там федеральная трасса, как бы поток большой идет. Я иду с детьми, провожаю каждый день детей и встречаю также, провожаю, и машина прямо мчится, вообще КАМАЗ на красный цвет. На перекрестке, отвечает глава Ижевска, необходимо установить систему автоураган. Вопросы безопасности, в том числе и уличное освещение, у горожан входят в топ самых насущных. А еще блок по ЖКХ и благоустройству. Всего в общероссийский день приема граждан городские власти приняли 218 горожан. По 80% обращений в этот же день ижевчане получили ответы и необходимые консультации. Ни одна просьба и вопрос, заверил глава города, без внимания не останутся. Их будут учитывать и при разработке программ и принятии бюджета города на 2015 год. Главная цель таких мероприятий ведь эффективность. Насколько это эффективно было для людей, которые к вам пришли? Получили ли они ответы на вопрос? Первое, о чем я хотел бы сказать, это то, что мы принимаем людей в постоянном режиме. Но общероссийский день приема 12 декабря, он второй раз, и это станет, я думаю, что традицией. В этот день все находятся на рабочих местах, и, в общем, связь моментальная и по горизонтали, и по вертикали, и, в общем-то, начиная с Москвы, все знают, что в это время... То есть вот так строго все находятся на рабочих местах? Да, это очень строго, это очень серьезно, это личная позиция Путина Владимира Владимировича, на самом деле, он был инициатором этого дела. Потому что он сам достаточно открытый проводит и пресс-конференции, и говорит об этом. Поэтому это день, когда все на своих местах, и можно действительно тут же принять решение, переспросить, уточнить какие-то вопросы. А на самом деле, еще раз говорю, что очень важно, когда горожане обращаются, не дожидаясь каких-то там особенных дней. Можно обратиться в интернет-приемную, можно позвонить по любому телефону, можно отправить свой запрос любым способом, и, безусловно, они получат ответы. Система отработана и выстроена так, что каждый гражданин обязательно получает ответ на свой вопрос в установленные сроки. Это очень важно, на мой взгляд, поэтому мы будем продолжать эту работу. Как часто вы лично встречаетесь? Практически в постоянном режиме. Любые вопросы, записки, вопросы из зала, когда встречи идут, где-то в коллективах или во дворах, обязательно все это фиксируется и даются ответы. Либо письменные поступают обращения, либо люди приходят, задают вопросы. То есть самое важное, на мой взгляд, слышать людей, потому что человек просто так не придет и не задается вопрос, значит, у него это наболело, значит, он не смог решить этот вопрос где-то на низовой стадии подчиненной. Поэтому приходится иногда вмешиваться. У вас было еще одно недавно важное мероприятие. Вы участвовали в окруженном семинаре по вопросам местного управления. Говорили, например, о реформе органов МСУ, так называемой. Вот что мне, простому городскому жителю, необходимо знать вообще об этой реформе, об этом совещании? Что там было интересного для меня? Официальное название этого совещания – окружной совет по вопросам развития местного самоправления. Возглавляет его лично Михаил Викторович Бабич. Это полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе. На высочайшем уровне был подготовлен совет, состоялся он в Казани. И рассматривалось два вопроса. Это по дальнейшему совершенству неместного самоуправления. Но мы говорим о том, что... Но все говорят, что полномочий больше и ответственности больше. Мы говорим о том, что, дорогие товарищи, нужно сделать одно, чтобы те полномочия по уборке улиц, территорий, по содержанию города, по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и так далее, были просто обеспечены финансами в должной степени. Вот, в принципе, основное. Но, кроме этого, законодательная база, она достаточно сложная и всегда необходимо вносить изменения в те или иные законодательные акты. Это вот один вопрос. И второй вопрос, который рассматривался, это жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, капитальные ремонты, которым сейчас уделяется очень большое внимание. Поэтому и основные моменты, которые я бы отметил, это тоже внесение изменений во все законодательные акты для того, чтобы система ЖКХ была понятной, прозрачной. Вы уже знаете, что введено лицензирование управляющих компаний, и жители имеют механизм контроля и воздействия на управляющие компании. Выстроена система капитального ремонта, и сейчас уже все понимают, что за капитальный ремонт необходимо платить, в каком размере, куда будут поступать деньги. Введена школа потребителя услуг ЖКХ, тоже очень важно, которая в постоянном режиме работает, разъясняет жителям, старшим по домам, как это должно быть и как сделать так, чтобы их не обманывали. Основная задача, чтобы житель за свои деньги, которые он платит ежемесячно, получал качественную услугу. Вот короткий еще вопрос по ремонту. Там ведь после, по-моему, 17-го года заканчивается программа. Вот как государство будет поддерживать это все дальше? После 17-го года фонд реформирования ЖКХ заканчивает работу, но и мы услышали, потому что были и депутаты Государственной Думы, и работники Министерства строительства Российской Федерации, что в любом случае государство не бросит жителей один на один с проблемами их дома. Будет ясность, в каком году их дом будет ремонтироваться, какие средства собираются и сколько на сегодняшний день на счету каждого дома. То есть прозрачность, понятность и перспектива – это основные вещи, которые должны быть понятны каждому жителю. Потому что житель – это собственник многоквартирного жилого дома, один из собственников. И поэтому он должен, ну и отношение его понятное к собственности, но и в то же время он ей управляет и командует. А управляющая компания, служащая организация являются помощниками и те, которые работают за деньги жильцов. Хорошо. Ну и коротко тоже попрошу вас ответить на вопрос. Решена ли в городе проблема мест в детские сады? С трех до семи лет проблема решена. У нас есть очередь на ясли. Это с полутора до трех лет. Примерно 5500 человек. Но вы знаете, что глава республики Александр Соловьев сказал, что мы обязательно будем продолжать строить и увеличивать количество мест в детские дошкольные учреждения. Поэтому и в этом году сдача у нас двух садов и на будущий год еще три запланированы, уже с конкретными адресами. Это и Бараново, и Комунаров, и Краево. Поэтому понимание есть. И мы будем постоянно увеличивать количество мест совместно с республикой. В следующей части нашей передачи мы поговорим о том, как Ижевск будет встречать Новый год. И так в этом году Ижевск продолжает свою акцию «Вместе теплее». И вот как это будет, у нас есть сюжет. По традиции главную ижевскую ель в этом году украсит только километр гирлянд. Ввязаться в эту историю может любой желающий. Готовые игрушки будут принимать в выставочном центре галереи и во всех районных администрациях. Лучшие из них будут выставлены на продажу в ярмарочных павильонах, которые 24 декабря раскинутся на Центральной площади и в торговых центрах Ижевска. Все вырученные деньги пойдут на благотворительность. В этом году средства получит школа-сад для слабовидящих детей. Кроме вязаных шедевров, на ярмарке каждый найдет много интересного. Ярмарка у нас будет на Центральной площади. В этом году она будет действительно очень масштабная. Будет работать мобильный павильон площадью более тысячи квадратных метров. В 10 тысяч номинований товаров все желающие могут приобрести и подарки, и продукты питания. Еще одним ноу-хау этого года станет бесплатный каток под открытым небом. Его сделают прямо в фонтане на площади. Ледовой будет и главная сцена. Как справиться с этим артисты, пока неизвестно. Но вечером 31 декабря там стартует новогодняя программа. В 12 часов ночи Центральная площадь превратится из ледового городка в настоящий ледовый танцпол. С большим звуком, с большим светом, с классной танцевальной музыкой, которую нам уже не первый год с нами сотрудничают электроники диджей, с главными шефскими диджеями, которые специальный трехчасовой новогодний танцевальный сет готовят сейчас для Центральной площади. И, естественно, как любые подобные мероприятия, это будут не только танцы, это будут и подарки, и конкурсы. В этом году в городе решили восстановить традицию благотворительных новогодних балов. Первый из них пройдет в Генеральском доме для ребят из детских домов. Кстати, бесплатные уроки танцев можно взять в выставочном центре галереи. По выходным там будут проходить специальные мастер-классы. Ну и вот мы тоже с вами, видите, в какой красоте. Сейчас сидим, это ведь тоже не просто игрушки, это участники, авторы их участники конкурса «Вместе теплее». Вы знаете, сам фестиваль «Вместе теплее», мы его объявили и хотели посмотреть, что получится. И настолько он получил хороший отклик у горожан, потому что вообще все вязанное, оно ассоциируется с мамой, с бабушкой, с какой-то теплотой. И Новый год, поэтому этот фестиваль, он у нас укрепился, стал традиционным. Он и состоит из нескольких частей. Это первое, действительно, конкурс вязаных игрушек, очень красивых, которые можно показать людям. Они выставляются на аукционы, и затем деньги идут на благотворительность. Продажи их будут в торговых центрах, там «Талисман», «Столичный», «Петровский» и других. Это профессионалы. Но прелесть этого конкурса в том, что каждый может принять участие, может попробовать повязать, может поучаствовать в украшении города. То есть, вы видели, наверное, и в прошлом году, и вязаные варежки на деревьях города, и шарфы на скульптурах городских, которые вешают люди. То есть, от этого становится действительно теплее, веселее, и люди чувствуют какую-то сопричастность свою в украшении города. Поэтому этот фестиваль, он действительно там общегородской. Ну, а на самом деле, это преддверие Нового года, и новогодняя елка городская 27 числа в 12 часов на центральной площади будет открыта. Мы уже видели часть, то, что сделано. И ледовый городок. Он не открыт еще пока, да? Он не открыт. Это будет 27 числа. Это действительно будет красиво. Ледяные фигуры подсвечены. И, конечно, посвящен Петру Ильичу Чайковскому. И два скрипичных ключа на входе в этот городок. И ледяная сцена. И диджеи, которые будут выступать. И будет шикарная дискотека до 3 часов утра. Вот расскажите, пожалуйста, про это еще. Потому что люди спрашивают, а будет ли представление на площади в Новогоднюю ночь? Да, конечно, будет представление. Будет дискотека. Будет замечательная музыка, красивая елка. Поэтому горожане привыкли встречать Новый год. Сначала за столом, потом на центральную площадь, встречу с друзьями. Поэтому это и традиция, и в то же время огромное желание первыми поздравить друзей, знакомых, родных с праздником. А где это можно сделать лучше, чем на центральной площади у новогодней елки? Конечно, это здорово. Но, кроме этого, еще елка у радиотехники, русский дом, летний сад. Есть у наших крупных торговых центров, столичный. Ну и надо сказать, что и управляющие компании стараются ставить во дворах елки. Не говоря уж о самих наших горожанах. Поэтому вот это преддверие Нового года, это ощущение скорого праздника, улыбки, которые можно увидеть у людей, когда говоришь про Новый год. Это, конечно, здорово. Семейный праздник, красивый, большой. По центральной площади, хочу просто утащить, в 12 часов там можно встретить Новый год. То есть начнется все в 12, в полночь, да? Начнется чуть раньше, поэтому здесь я просто говорю, что время будет до 3 часов, будет идти сама дискотека, хотя гуляния могут идти и дольше. Поэтому, я думаю, и вечером будут приезжать горожане с детьми накануне Нового года. Поэтому центральная площадь, она будет работать у нас все новогодние каникулы. И там расписаны, какие коллективы будут выступать. Там будут домики ярмарочные, которые будут продавать и сувениры, и где можно перекусить. И брендовая аллея будет с брендами наших предприятий, организаций, вырезанные изо льда. То есть будет очень красиво. Про ледовый каток, о котором мы уже слышали. Поэтому все готовимся к встрече Нового года. Ну и по каникулам еще расскажите, может быть, еще какие-то спортивные, культурные мероприятия можно отметить? Где покататься? На коньках, на лыжах в Ижевске? Вы знаете, я бы сегодня в рамках нашей передачи попросил горожан посмотреть на сайте ish.ru. Это наш сайт города Ижевска, где расписаны все мероприятия. Кто-то увидит брошюры, афиши, которые будут у нас во многих торговых центрах. Календари различные. Поэтому можно поинтересоваться и выбрать для себя то, что интересно. Я понимаю так, что утром просыпается семья, открывает мероприятия, которые будут 3 января. И можно пойти в любое место, принять участие, погулять с детьми. Потому что всегда активный Новый год, какие-то события, они всегда остаются в памяти. Не могу не спросить, а что выбрали для себя вы? Знаете ли вы, где вы будете отмечать Новый год? Да, конечно. Новый год всегда традиционно мы отмечаем дома. Поэтому точно совершенно это семейное приготовление пельменей, тесто, фарш, приготовление пельменей, подготовка к Новому году, украшенная елка. А дальше будут приезжать друзья, родственники, поздравления с Новым годом, активные телефонные звонки. И тому, правда, хочется выразить очень много эмоций, поздравить, пожелать всего самого наилучшего в Новом году, а все проблемы, что поставили в Старом году. Наверное, это настрой каждого человека. Надежда на лучшее, на будущее, на интересное. Ну что ж, спасибо вам, Александр Александрович, за участие в передаче. И хотя сегодня только еще 22 декабря, я думаю, что с наступающим Новым годом поздравлять уже можно. У вас есть такая возможность. Дорогие горожане, я поздравляю всех с наступающим Новым годом. Хочется пожелать в Новом году счастья, любви, успехов. Потому что, говорят, Новый год семейный праздник. И действительно, самое главное для человека – это семья. Это его опора, надежда, это его мечты. Поэтому, чтобы всем их у вас всегда было уютно, тепло, было взаимопонимание, любовь и взаимоуважение. С Новым годом! Спасибо и до встречи в 2015. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова